Таиса Федоровна, у меня одна знакомая, отоработав на пенсии неполный год, собралась уезжать в другой регион. И возникло множество вопросов, которые ей было очень сложно разрешить. И вот появилась такая идея, все-таки, думаю, она не единственная, кто сталкивается с такими трудностями. Как много у нас на Ямале работающих пенсионеров? Работающих пенсионеров это одна треть. На сегодняшний день у нас в округе 145 тысяч пенсионеров и около 50 это работающие пенсионеры. А вот скажите, мы все знаем, что каждый год проводится индексация неработающим пенсионерам. Меняется ли пенсия и насколько у работающих пенсионеров? Я, готовясь к интервью, узнала, что каждый год происходит перерасчет пенсии 1 августа. Вы абсолютно правы. Когда пенсионер работает, у него есть право только на корректировку своей страховой пенсии. Корректировка осуществляется один раз в год, в августе, по результатам уплаты страховых взносов работодателям. И с учетом уплаченных страховых взносов делается уже перерасчет. Максимальная прибавка, на которую может рассчитывать работающий пенсионер, это 3 балла. Стоимость балла в этом году 123 рубля. И максимальная сумма прибавки 327 рублей. Я могу ошибиться немножко в цифрах, но вот в районе этих цифр. Конечно, если зарплата пониже, то, соответственно, и прибавка будет меньше. А чего зависит? Вы говорите, 3 балла это максимальная, а минимальная это 1 балл? Нет. Для всех работающих пенсионеров корректировка, то есть прибавка к пенсии рассчитывается с учетом 3 баллов. Но зависит от суммы уплаченных страховых взносов. Страховые взносы... Заработная плата, совершенно верно. Хорошо. Ну, вот, например, там один человек пенсионер работает, у него зарплата 100 тысяч, другой работает, у него зарплата 300 тысяч, да? Вот они год отработали, и 1 августа сколько какой получит баллов? Каждый получит в зависимости от своей заработной платы. Говорим, что максимально то, что... Потому что у нас же по страховым взносам, по перечислению тоже есть ограничения. Да, предельная база налогообложения. Тот, у кого достиг предельной базы налогообложения, как я уже сказала, получит 327 рублей. То есть это максимальная сумма? Абсолютно верно. Если я пенсионер, год отработала, у меня зарплата 300 тысяч, я получила 1 августа прибавку к пенсии 327 рублей. Абсолютно. Соответственно, делаются расчёты, и у вас уже меньше. Например, 100. Может быть, там даже меньше. Ну да, это вот нужно смотреть. А минимального вот этого границы нет? Нет, это у каждого свой индивидуальный. То есть может быть и 3 копейки, условно говоря, если у тебя небольшая зарплата. Ну, я не думаю, что уж настолько. Индексация для работающих пенсионеров в принципе возможна при каких-то условиях? Индексации для работающих пенсионеров нет, потому что сегодня по норме в законодательстве обязательные условия, чтобы получить индексацию, нужно быть неработающим пенсионером. То есть для работающих это только вот корректировка. По сути, индексируется пенсия и работающим пенсионерам только на выплату. Выплата пенсии идёт без индексации. Она, так скажем, заморожена. Мы расчёт сделали. То есть у вас в компьютерах, в ваших программах можно просмотреть нашу пенсию после индексации. После всех индексаций, у кого сколько лет отработано. Но только получается с учётом прибавки к пенсии за счёт индексации не работающих пенсионеров, а работающих уже после выхода на пенсию. В прошлом, например, году пенсия увеличилась там на 300 рублей. Следующая индексация идёт уже на вот эту увеличенную пенсию на 300 рублей. Это же идёт от той суммы, которая есть, или вот именно ту, которую изначально, когда человек шёл на пенсию, ему назначали. И индексация проводится, так как она заморожена, вот на эту сумму. Вот давайте разберём. Есть работающий пенсионер, есть неработающий пенсионер. Я про работающего пенсионера. Вы же говорите, что индексация проводится, и она у вас там есть. Нет, можно я закончу. Есть работающий пенсионер, есть неработающий. То, что касается работающего пенсионера, у него проводится августовская корректировка. То есть идёт вот эта прибавка в 3 балла. Есть неработающий пенсионер, у них идёт индексация с учётом... Объявленная инфляция. Совершенно верно, совершенно верно. Если мы говорим, что у нас начинается массовый перерасчёт с учётом индексации, работающему пенсионеру мы также провели этот расчёт, и он у нас там заморожен. На выплату он получает, допустим, на момент назначения, установления этой пенсии. Без всех индексов. Просто вот сейчас, чтобы было понятно, например, пенсия 20 тысяч у работающего пенсионера. У него 1 августа прошла корректировка, допустим, 300 рублей. У него 20 300 рублей стала пенсия. Индексация проводится каждый год, и она у вас в компьютере. Вот компьютер у нас. Вот она у вас 20 тысяч. Потом прошёл год, прошла индексация. У меня уже в августе пенсия 20 300, к примеру. И в декабре проводится индексация на какую пенсию? На исходную 20, которую назначили при уходе на пенсию. Или уже индексация всё-таки на предыдущую, которая с учётом предыдущей перерасчёта стала 20 300? Вот с учётом корректировки. То есть сумма 20 300, да. Ну пусть даже эти 3 копейки, но индексация на них всё-таки прям на эти 3 копейки. А приятно. А если человек отработал 5-6 лет, увольняется, вот этот стаж добавляется, ему перерасчёт пенсии всей. Делается стаж этот? Если мы говорим о стаже, то для работающего пенсионера он уже не имеет какого-то значения. Абсолютно верно. Потому что пенсия уже назначена. Всё, и никаких перерасчётов по стажу добавлять уже не будет. У нас на Ямале неработающие пенсионеры не получают дополнительную выплату, которая назначена в округе, так называемая неёловская доплата, в 2000 рублей. Когда увольняешься и перестаёшь работать, эта выплата на Ямале автоматически прибавляется, да. То есть человеку никуда не надо идти, писать заявление, просто достаточно уведомить, что он не работает. Нет, всё, что касается этой доплаты, в 2000 рублей, это за счёт финансирования окружного бюджета эта выплата. И занимаются этой выплатой департаменты соцзащиты. Поэтому нужно обратиться в соцзащиту с января 2021 года по распоряжению губернатора. Независимо от проживания региона, пенсионеры у нас получают эти 2000. Если ты в Санкт-Петербург, в Москву, в Тверь уезжаешь, эти 2000 едут за тобой. Но платит их по-прежнему? Субъект, совершенно верно. Но в случае переезда, то же самое нужно проинформировать департамент соцзащиты о том, что вы переезжаете в другой какой-то регион. А правда, что когда человек увольняется, то ему проводят индексацию, все эти перерасчёты, начисления. Но сумму, эту всю итогу с перерасчётами, он получает только на 4-й месяц, через 3 месяца. Сейчас законодательство изменилось. До 2023 года такие сроки были. С этого года увеличенную сумму пенсии с учётом индексации уже можно получить на второй месяц. Почему? Раньше работодатель об увольнении, либо же о приёме пенсионера, ну неважно, любого сотрудника в организации, направлял фонд в течение месяца. С этого года на второй день после события, то ли увольнения, то ли приём на работу. Поэтому, конечно, это в два раза на сегодняшний день ускорено. Если переезжаешь в другой регион, уволившись, нужно ли куда-то идти что-то писать касательно выплаты пенсии? Сообщать куда-то, что ты уволился и переезжаешь. Какие вот тут действия? То, что касается пенсии, то да, в этом случае обязательно нужно обратиться с заявлением в социальный фонд по месту проживания, либо же по новому месту жительства. А как, ну скажем, выгоднее и удобнее для пенсионера? Всё-таки здесь по месту работы или там, чтобы сделали запрос, и уже там все эти документы сразу же пришли и оформились? Вы знаете, это личное вот, как бы, желание, личное решение пенсионера. И в том, и в другом случае есть определённые дни, это три дня, в течение которого пенсионное дело уже должно быть направлено. И в течение этого срока пенсионер по новому жительству должен быть поставлен на учёт.